Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Богдан Заруцкий. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь, и здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что, пятница, пятничный эффект, дохо-воскресенье. Как сегодня торгуем, на чем сегодня зарабатываем? Действительно, можно сейчас посмотреть некоторую сдержанность на рынке Форекс, но, тем не менее, мы сейчас видим интересную ситуацию, что нефть марки VTI пока что держится в негативном ключе, но, тем не менее, все-таки поддержка в районе 40 долларов за баррель, я думаю, что все-таки сможет сдержать график цены нефти марки VTI в дальнейшем снижении. На мой взгляд, не исключено, что график цены может удержаться в нынешних торговых рамках, которые сейчас можно увидеть по данной марке нефти. Конечно же, некоторые новостные спекуляции еще могут быть, также могут быть еще некоторые спекуляции на рынке нефти, могут быть как сильные покупки, так и продажи. Также понятно, что участники рынка ожидают раз вот скорого, скорой встречи крупных нефтедобытчиков в ДОХе. Ну, а что касается рынка Форекс, то мы сейчас видим, что график цены евро-доллара немного корректируется. Конечно, видим и то, что график цены не смог дойти до одной из ключевых поддержек, немножко не дошел, но, тем не менее, все-таки мы видим, что график цены немного корректируется. Сейчас доллар США находится под небольшим давлением. Даже несмотря на то, что на американской сессии состоится публикация макростатистики, а именно состоится публикация данных по промышленному объему, это промышленный индекс. Вот там ожидается небольшой рост и также состоится еще публикация инфляционных показателей от Митиганского университета. Ожидание потребителей там ожидается немного лучше. Но сейчас видна такая ситуация, что рынок пока что не сильно настроен на ожидание этих новостей. Сейчас мы видим, что доллар США спекулятивно немного теряет свои позиции против единой европейской валюты. С технической точки зрения понятно, что график цены немного перепродан, может быть, даже немного и не дошел до ценовой поддержки. Но тем не менее, все-таки есть техническая точка зрения, основание ему немного скорректироваться. Также, как я говорил в прошлый раз, что все-таки евродоллар закрепился сейчас в нынешних торговых рамках. И с технической точки зрения, еще раз повторюсь, логично ожидать небольшой отскок. А дальше уже будет видно. Что касается дальнейших ожиданий, я считаю, что в центре внимания может стать как раз на следующей неделе объявление основной процентной ставки ЕЦБ. Участники рынка могут ожидать важных сообщений от представителей регуляторов, в частности от Марио Драги. Поэтому не исключено, что график цены евро-доллара и дальше может остаться в нынешних торговых рамках. Ждать грядущих сообщений, ждать грядущих ожиданий. Что же скажет Марио Драги, какую они оставят основную процентную ставку. Я считаю, что на следующей неделе это будет основным драйвером. И не исключено, что нынешний ход торгов, это по большому счету уже начало грядущих ожиданий. То есть это уже первые шаги к тому, что участники рынка будут ждать этого, на мой взгляд, очень важного события. Также, я думаю, что уже все знают и все прекрасно понимают, что в конце этой недели будет еще объявление основной процентной ставки ФРС. Поэтому здесь как раз эти два фактора могут сыграть достаточно важную роль. Вот такая интересная ситуация. Но тем не менее, есть небольшой позитив на азиатской сессии. Вышел блок макростатистики Китая. За первый квартал ВВП на Поднебесной остался на уровне прогноза. То есть немножко ниже, чем предыдущие. То есть получается 6,7% против четвертого квартала прошлого года в 6,8%. Но тем не менее, в какой-то степени это положительный сигнал, что не было еще более сильного снижения. То есть в целом пока что это достаточно более-менее умеренный показатель. Ну а что касается промышленного производства Китая, то он по большому счету обрадовал участников рынка, вышел намного выше, чем прошлое значение. И даже обогнал прогнозируемое значение. Это в какой-то степени уже немного сняло определенный негатив среди участников рынка. Сейчас мы видим, что все-таки это достаточно положительный сигнал. Также хочу отметить и то, что состоится еще публикация промышленных цен Канады. Ожидается снижение этого показателя. И не исключено, что канадец может оказаться под давлением. Иногда эта новость может нести переменный характер. Кто-то может отметить это как новость большой степени важности, кто-то меньше. Но тем не менее, мы сейчас видим, что канадский доллар в паре с долларом США отталкивается от достаточно надежной ценовой поддержки. Не смог преодолеть минимум этой недели. И еще раз я хочу сказать, что есть предпосылки к тому, что канадец также может сформировать еще определенный торговый диапазон. Кроме того, на ход торгов канадским долларом может еще и повлиять как раз стоимость нефти. Сейчас не исключено, что нефть, как я уже говорил раньше, может закрепиться в определенных торговых рамках в ожидании грядущих от сообщений из ДОХи. Не исключено, что канадский доллар в паре с долларом США также может повстить эту торговую динамику в нынешних торговых рамках. Поэтому не исключено, что канадец может немножко потерять против доллара США и достичь ключевого уровня сопротивления. А дальше покупки, на мой взгляд, я рассматриваю уже не сильно желательные, поскольку уже сохраняются риски того, что все-таки канадец может дальше находиться в нынешних торговых рамках. Сейчас я готов показать график цены, посмотрим ближайшие уровни поддержки сопротивления, посмотрим уже воочию, что у нас происходит на рынке Форекс. Сейчас мы рассмотрим график цены евро-доллара на H4. С точки зрения волны лято мы видим, что график цены здесь смаровал импульсное пятиволновое движение. Последняя подволна оказалась усеченной. Это уже сильный сигнал к тому, что график цены готов уже скорректироваться. И, собственно говоря, он здесь красиво скорректировался. Кроме того, график цены вышел из поддержки восходящего тренда, что таким образом только усилил, скажем так, желание трейдеров дальше продавать евро. И сейчас мы видим, что график цены закрепился в более низких торговых рамках. Это район 1.13.32 и район 1.12.25. Видно, что график цены практически немного не дотянулся до ключевой поддержки. И видим, что график цены немного корректируется. Запас хода до сопротивления в районе 1.13.32 есть. И, на мой взгляд, график цены также может остаться в нынешних торговых рамках в ожидании грядущего заседания Европейского центрального банка, а потом уже дальше и ФРС. Поэтому не исключено, что участники рынка также могут войти в определенную фазу ожидания. Но, тем не менее, в рамках спекулятивной торговли мы видим, что график цены немного корректируется. И, на мой взгляд, это уверена цель, куда график цены может дойти, может быть, даже и на протяжении сегодняшнего дня. Это как раз район 1.13.32. Что касается канадского доллара, то мы видим здесь готовность графика цены немного скорректироваться. Видим, что график цены смировал поддержку в районе 1.27.47. График цены отталкивается. Ближайший уровень сопротивления в районе 1.29.47. И запас хода до этого уровня еще есть. Поэтому не исключено, что график цены еще сможет дойти до этого уровня, поскольку сейчас нефть спекулятивно находится под давлением. Немного, но, тем не менее, довольно-таки неплохая торговая цель, куда график цены, в принципе, вероятно, еще сможет дойти. Что касается английского доллара, то здесь ситуация складывается следующим образом. График цены держится достаточно высоко, уже навекает на пробой мартовского максимума. Лично я держу сделку открытой, поскольку график цены практически уже шагнул в более высокие торговые рамки. И лично я ожидаю все-таки закрепления еще в более высоких торговых рамках. То есть не исключено, что график цены сможет дойти до сопротивления в районе 0.78.47. Ну, а что касается волновой структуры, видим, что здесь фаза снижения закончилась, началась новая фаза роста. График цены смыровал импульсную единицу, коррекционную двойку. И сейчас видим, в принципе, готовность графика цены сделать шаг наверх, то есть дальше смыровать третью импульсную волну. Поэтому, если такой сценарий реализуется, то будет неплохо, если график цены уверенно дойдет до сопротивления в районе 0.78.47. Вот такая ситуация. Так что посмотрим, когда же себя график цены... Вот такая ситуация. Понял вас, Богдан, спасибо большое. Давайте тогда остановим демонстрацию рабочего стола. Ну что, прямо сейчас попробуем поторговать, но, конечно, очень осторожно, потому что все сомнения, которые вы озвучиваете, я полностью разделяю. Ну, посмотрим. Сейчас подумаем. Спасибо огромное, Богдан. Вам хорошего вечера, хороших выходных. И вам хорошего вечера, хороших выходных. До свидания по большим профитам. Обязательно берегите себя. До свидания. Спасибо.